ну что намечается в интернете турнир pvp по дюне 2 игра такая на sega вот чтобы примерно понять о чем идет речь я объясню покажу на эмуляторе которые на компе есть значит вот эмулятор ну люди которые занимаются подробно вот этой штукой турниром хаками модами и прочей штукой на вот эту игру там эмуляторы используют разные то с разгонами какие-то то еще я один этот использую генс скачала вот еще лет назад и хочешь что хочешь загружаю любую игру значит в окошке вот этот генс скачиваешь открываешь открыть rom и указываешь местоположение где лежит вот этот скачанный файл игры они весят вот по 2 мегабайта и сиди играй только кнопки еще надо назначить ну там назначить кнопки по-английски написано set кейс что ли и нажимаешь кнопки на клавиатуре которые тебе удобно играть в общем сейчас покажу где у меня тут дюна лежит значит вот это это куча папок с хаками то есть оригинальная дюна переделана там и разные дома добавлены и как дома цвета вот эти то есть в оригинале там красный синий зеленый по простому так будем называть без всякой терминологии принципе можно потом и терминологии объяснить вот куча хаков разных то есть люди брали что-то меняли там что-то добавляли урон там увеличили броню там и так далее и даже меняли текст какой-то сюжет так чё это где мне загрузки дюна на хаки то значит пользователи загрузки так вот оригинальные игры лежат здесь пара хаков есть какой-то досмот вот от липецкая пробовал играть вот mortal kombat и всякие вот то что подписано дюни хак это значит из измененной же игра вот оригиналы вот оригинал на русском оригинал на английском ну вот чтобы понять о чем будет идти речь вот примерно давай оригинал и быстренько разберемся значит на на генсию эмуляторе удобно что можно скорость увеличивать игре и проматывать какие-то моменты типа вот оригинальная игра выглядит вот так старт игры в опции туториал вот туториал что у нас здесь описание ландшафта песок все юниты могут передвигаться по песку если кнопку нажимать то будет spice пряность harvest собирайте пряность для кредитов дюны замедляют всех юнитов камень стройте здание на камне скалистая местность небес не песчаная горы машина машины техника не передвигается по горам а пехота передвигается описание юнитов значит harvester он спать собирает mcv создает главную базу мы так называем главную базу а так двор постройки пехота легкая броня труппер типа гвардеец тоже легкая броня тройк трехколеска или велосипед или мотоцикловый тоже легкая броня quad-jip броня реактивный танк или ракетный танк броня вот так или реактивка боевой танк средняя броня тяжелая броня штурмовой танк кариол он переносит по воздуху юниты любые тот же harvester ornitopter вот такой модельки в игре не помню легкая броня sonic танк средняя броня рука смерти его статор уничтожитель тяжелая броня не все идут и здесь указаны так описание зданий грунт вот это главный завод в котором строятся остальные так ну вот этот вот второй ветряк вырабатывает электроэнергию просто типа радар показывать или бараки казармы бери фенере это спайсовый завод туда harvester заезжает полный и кредиты получаешь когда он туда заезжает силос силос это короче хранилища мы по-простому назвали видим два кружка бочки называли в детстве так по 7 8 лет нам было строительная фабрика по теме это завод строительный по технике техник устроит машинки всякие и танк это второй чинит технику здесь самолеты производится вот в этом маленьком здании турет пушка башня турель защитная и ракетная турель нам подальше стреляет чем то первое старпорт космопорт позволяет заказывать лимиты партиями с космоса привозят пэлис пэлис дворец защитная стена стену строит чтобы там когда стреляет по базе в стену сначала попадал и какое-то время выигрывать так создание здание вот примерно так вот так мы держали джойстик играли выбирали всю эту херню на что тут написано вот цена расход электроэнергии броня нажимаешь значит все это строится я щас буквально нажимаю по джойстику и быстрее все это происходит вот родов допустим построили сбор спайса вот вообще он по старту автоматом собирает так типа если хочешь на какое-то поле направить в общем сейчас еще в игре можно показать атака и защита прям без всякой анимации тут топорно поднялась твоя битва начинается ну вот ну допустим стартовый экран по стандарте тут три дома атрейдес и ордос и харкан вот кто читал книжку или смотрел фильм атрейдес это вообще основа сюжета дюны они прилетают на эту планету там значит батя и сын у него и мать там и что-то они тусуются вот и противники харканин они потом тоже прибывают туда и начинают войну ордос и это вообще в книге не упоминается но в какой-то энциклопедии там не сам фрэнгер герберт а какой-то энциклопедии в принципе там еще много разных ездящих лиц это вселенная такая приличная там все в космосе же но допустим выбираешь дом ментаты разные рассказывают там что-то там люди там реально и тяжело работают все соглашаешься если не соглашаешься выбираешь заново и строить ну допустим он тебе говорит там построить можно построить все построить короче всего в игре в оригинале 9 миссий если выбрано здание и на второй картинке после здания что-то указано допустим грудку б это включает с твоим пицц и стрелочкой передвижения ну скорее передвижение квадратика из жанра стратегии реального времени это прям можно сказать разозначать ну а чё 92 год вышла эра сейчас уже какой-то 1023 31 год 9 миссий значит за каждый дом здесь и по ходу миссий увеличивается количество всяких всякой техники здесь в начале тебе заодно построить всего три здания по зданию и собрать тысячу кредитов тысячу кредитов электростанцию без нее не появится следующее здание то есть в чем был интерес белки и сидели с мобильным какое же там здание на следующей миссии новое уже интересное юриды какие-то новые будут появляться завод спайсовый ну а чё по простому главный завод ветряк электростанции спайсовый завод сразу прилетает самолет привозит харпистер стандартного каждому заводу вот и вот на автомате сам идет собирать гадость вот смотрите берем ускоряем время он собирает быстренько спайс сейчас он он 700 кредитов у себя может вместить ну спайсово 700 кредитов вот циферки в правом верхнем углу экрана ну радар во второй миссии будет появляться и во всех последующих он будет вот этот квадратик черный на нем литализировано то есть показана база передвижение противника маленькими точечками вот он 100 кредитов не хватает буквально сколько 85 сейчас допустим он пособирает немножко можно будет его отправить и все ревнала еще сделает эмиссия завершенство то есть смысл этой эмиссии вот ветра вот он там что-то покланит дальше вот значит такой экранчик значит вы получили такой ранг спайс который вы собрали юниты которые вы уничтожили вот три юнита соответственно статистика время щелк какой-то и значит особенность игры в том что на каждую миссию последующую то есть на первую пару льня а на вторую со второй по девятую то есть на восемь миссий нужны пароли и грубо говоря вот вторая миссия дипломатик 10 букв они вводятся вот допустим принимаешь вот начинается миссия все то же самое в начале вот это здание это юмены стартовые денежки стартовые тут значит что в меню есть включить выключить музыку звуки радар который в правом нижнем углу убрать тест звуковой тоже сидели прикольно тест музыки вот и вот это значит enter password restart миссии начать заново и выбрать другой дом то есть других поиграть вот ввести пароль здесь значит вводится пароль на какую-то миссию если допустим не прошел миссию ты не знаешь пароль были еще книжки с паролями с кодами но все вот это вот вот нам было по 7-8 лет все все миссии за все три дома которые есть мы проходили вот и был прикол еще такой что одно время сломались джойстики ну то есть кнопки там не работали все они вперед ну вообще не работали вот и а играть хотелось они мелкие ну и короче вот в самой сеге в приставке есть вот это гнездо где вставляется джойстик и мы значит я с братом играл и мы вместе значит он иголкой замыкал контакты в этой в этом гнезде и тем самым вверх вниз справа влево двигалась у нас вот этот квадратик а я пальцем тыкал замыкал нижние контакты чтобы выбирать юниты отправлять ну короче вот так вот таким макаром прошли всю игру просто всю ну самая тяжелая миссия считалась четвертая то есть первая тысячу кредитов собираешь вторая там что-то еще можно собирать базу уничтожить третья уже там джипики появляются вот эти пустынные квады багги и четвертое там танки появляются вот с пятой там уже пушки появляются обычные с шестой реактивные пушки и штурмовые танки с пятой еще реактивки седьмой в машинном заводе появляется супер оружие у каждого из домов свое у зеленых перекрашивающий танк реактивка которую один снаряд пускает перекрашивает свой цвет если уродно нести тот свет сбивается восьмая миссия где два других дома против тебя и там появляется уже полный арсенал то есть дворец с космопортом космопорт еще до этого появляется у двух домов есть орнитоптеры которые летают как стрекозы такие атакуют но у них броня пять очень маленькая броня быстро пушки уничтожают но не быстренько летают так и ракеты пушек иногда ну частенько прилично прям промахиваются а так если пушек много они быстренько сносят ну значит и девятая миссия там против фиолетовых это типа император все там самый крутой против него играешь и вот как выиграешь уже получается проходишь игру ну допустим есть есть пароли на оригинале на серии вот мы их тоже узнали когда там на бессмертие на открытие радар весь и добавить денег сейчас через полчаса кстати турнир начнется сейчас к этому времени уже посмотрим что к чему чтобы понимать зрителям если они вообще есть у меня вот значит допустим финальная миссия за красных если не ошибаюсь дед дед рулер так вот он красный вот финальная миссия ну вот и за каждый из домов такие финальные миссии что допустим сейчас ничего не видно надо это все развеять все это долго искать так кстати говоря тут у нас нету этих как они называются орнитоптеров ну допустим дюнирунер тогда за синих есть орнитоптеры можно быстренько показать что в конце будет так допустим что там плейтестер будет типа отмена или смерть пехотинца пароль сработал если правильно все ввел look around это показывает всю карту ну и сплургеола дает 25000 сплур рух так включаем вот все припрос технологии укусим успех попробуем убедить чтобы определенные здания здесь нужны определенные ветки для строения поставить допустим когда расстроишь там появляются машины определенные в этом заводе таким промышленным сплург с пальцев завод строишь появляется еще больше зданий мы в аваре проверили пушки да мы все построили так что-то по моему машинный завод мы ускорили специально быстрее проверили так вот завод самолета смерт вот там кстати звук червя снил червя червя синий из трех домов не так вот если еще раз на тебя не будет посмотреть и кстати на этой карте два червя он съедает 4 3 и исчез там еще где-то 2 и он съедает 4 где-то по карте идет вот он идет идет раз два два еще еще исчез можно его грубо говоря накормить червяка вот у нас значит орнитоптер вот мы просто производим и сейчас они так как входы бессмертные они уничтожат все басы сейчас максимум устоит максимум скорость до 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 История, ну, конечно, такого числа. Здания захватывают нужные прикоды, если удобные здания управляющие, такие-то захватывают. Сейчас все будет уже держать. Даже носки. Ну, вот, подъеду. Ну, и он говорит, все, как будто. Правители. Правители. Правители ради себя. Ну, и начинается заставочка. Планета принимает цвет. Того дона, за который ты играл. Он синенький. И начинается музычка. Прикольная. Впервые, когда вот проходишь. Ну, что, мы мелкие были. Прикольно. Нифига себе нужно. Круто. Для 1992 года. Классно. Для 1992 года. Классно. Ну, и, соответственно, там проигрываются звуки из игры. Так, у нас здесь дискорд какой-то мертвый. Тут никто не собирается. Так, погоди-ка. Как там стрим-то включить? Я даже забыл. Или тут нет этого? Экран. Включить камеру. Может, и нету. Может, в другой. А как трансляцию начать? Блин. Может, просто тут нету прав на это. Продемонстрируйте свой экран. Наверное, это. Ну-ка, здесь. А, вот точно. Продемонстрируйте экран. Ну, подрубим экран. Может, кто-то зайдет. Так, у меня на клавишу альда. Можно будет с кем-то играть. Если вообще кто-то зайдет на турнир сюда. Так. Вот у нас, значит, канал, на котором будет трансляция. Она должна начаться через 20 минут примерно. Но пока еще не началась. В общем, чтобы показать, что это такое, можно вот... На парочку каналов я подписался. Так. Вот 100% румхак. Вот откуда этот дискорд я нашел. Тут у нас есть еще плейлисты. Вот Дюна 1 на 1. Примерно, что... Рейзер в курсе не показал. Прикатки выиграл, когда мочем поговори, конечно. Вот, значит, сколько я тут парочку матчей посмотрел. И это было 3 года назад. Вот то, что сейчас. Ну, допустим, если самый последний включить. Что-то поменялось. Нет. Ну, вот они играют. Там один красный, один синий. За два одинаковых цвета сыграть нельзя. Друг с другом играют. Базы одновременно развиваются. То есть, каждый управляется со своей стороны. Ну, не ты против компа, а два человека друг с другом. То есть, ПВП. Допустим, если самую последнюю включить. Да, и последнюю вот эту подольше. Так, пошла запись. Итак, у нас встречаются сварщик-гость против Димедрола. Хозяина на последнем роме для ивента. Хозяин-гость. Это нот-мирор-мод. Т-11-Т4 версия. И мы начинаем с какой-то. Ну, я просто написал с какой карты. Ну, вот, в общем, он объясняет тут. Тут какие-то комментарии. А он слышит, нет? Нет. А то он спрашивает, у него или него. Ну, я вам рачат отвечать. Кстати говоря, вот, сварщик, не знаю, там тоже какой-то мод от него был. Или хак Димедрол. Вот от него в какой-то хак я играл. Там, за красных, за Харконенов. Обычная. Все вот это, смотрю на скорости X2, чтобы побыстрее все это было. Так ты готов? Я готов. Промотаем. Так, так. Да блин, Чава. Вот. Что-то ты испугнул его. И ты? Да, да, да. Вот, допустим, Чава, да. Вот они начали скрипычатый потынчик. И ты? Да, да, да. Пушка уже какая-то. Там всякий желтый хорвестер, скрипычатый потынчик. Это, наверное, так и начиналось. Опять что Лиджосик отворился. Ну, в общем, модный раз. Сейчас скрипычатый потынчик. И ты? Да, да, да. Это может быть особенность желтый хорвестер. Именно вот этого режима. Желтянин когда писал, что он там какими-то биндами пользуется, кстати. Наверное, малево не знаю. Тут Димедрола. У него есть, допустим, сначала самое самое. Я вот тоже думал, какие тут бинды могут быть в Дюне. Я так и не придумал. На ремонт есть только? Не, ну там ты... Ну, а так вкратце. Управление все то же самое. То есть в рамочке ничего не выделишь. Единственное, что в хаках улучшается со временем. Добавляются какие-то команды, допустим, полезные. Чтобы в здание каждый раз не заходить. И внутрь туда в меню. Ну, игра при этом на паузе ставится. Есть, назначаются кнопки, например, X. Что на джойстике. Это вызывает ремонт здания. Допустим, есть для юнитов команда X. Охранять площадь. То есть в приличной площади вокруг тебя. Он будет реагировать на юниты, которые вражеские пойдут. И будет до них ехать и атаковать. Вот. Ну и так есть вызов кариола. Чтобы отвести юнит поломанный на починку. Y плюс B или плюс A по-моему. Где-то в каком-то хаке это указано. Ну вот как. Можно в канолику ходить. Резко. Можешь в бараке пойти. Ну а как комбинации клавиш этому помогут? Битва. Ну он, наверное, имел ввиду вот это. А не комбинации клавиши. Ну я хрен не знаю. Можешь это уточнять? Ну да. Я думаю под нидами он под разрыв. Меды конгайд. Меды конгайд. Меды конгайд. Меды конгайд. Он имел ввиду комбинации клавиши. А, ну тогда я надумил точно. Движок это какого-то потише сделаем. Может быть когда-нибудь сделают. И два на два. Может быть играть и карты побольше сделают. И домов побольше добавят. Но сейчас пока что. Вот это что у нас. Девять месяцев назад. Кстати почти год. То есть ничего особо не изменилось. Что три года назад были три дома. Я думал хоть фиолетовых сфлимами добавят. Ну вот по радару если смотреть. Красные харконины у нас чуть пониже. В нижнем левом углу находятся. Почти в углу. Атрейдес и синие. Которые типа. Хозяин. Хозяин типа. Хозяин карты. Что ли. Или хозяин этой местности. Вот он находится повыше. Плюс у него есть пушки. Но пушки они вот эти. Не стреляют через горы. Ну а что. Он спокойно сеет. Тут конечно настроен этих гор. Никак не обойти. Он проверяет наверное. Есть там какой-то обход или нет. Ну вот спайс у него позади. По карте можно смотреть. Вот он проразведал. Что тут никак не пройти. Тут только пехота пройдет. Надо было обратить внимание на камни. А тот кстати говоря уже он. Ну тут по моему такой узкий проход есть в центре. А так у тебя тут. Так гость. А подожди. Синий красный. Вот он тут и тут. Да ты пришел челиком. А ну вон пехотинца послал. Вон нарезает по карте. Ну а машинки они через горы не поедут. Видимо что-то хочет поближе на его континенте построить. На земле. Неожиданно. Ну вот примерно так будет выглядеть игра сейчас. Там может быть не с таким форматом. Что все в равных условиях начинают. Вот и технологии там какие-нибудь и пушки. Все будут и все юниты. Примерно так. Смысл весь игры в том что. Человек который ну быстро максимально по карте перемещается этим курсором. И максимально быстро все щелкает. И правильно. Плюс ну в нужные места смотрит. То есть где его атакуют там. На звуки реагируют. Где спайс собирают. Не допустим вот харвестера атаковали. Если уничтожит он по сути кредитов и не принесет. И строить не на что будет. Как стандартно у всех стратегий. То есть добычу уничтожили. Все. Ты проигрываешь. Вот танк поехал. Просто. Пехота против танка ничего не сделает. Он его первых раздавить может. Вот он как управляет. Вон синим танком с этой стороны управляет. С правой. Куда-то там что-то объезжает. Ищет. И разведают обстановочку. Что тут как. В то же время у него вон денег куча. У красного пехота делается. Но что пехота она против танков ничего не сделает. Если только на горе стоит. То она будет. Недосягаема до танка. Если еще с удачной стороны встать. То выстрел танка или машин. Будет попадать в гору. А до пехотинца не долетать. Если встать за горой. То вообще. Он не будет получать урона. Ну вот он пехотой. Пехотой просто обошел его. Вот он смотрит. Починка. И пошел. Харвестера наверное взял давить. Но че. Так. Опа. Бегает. Бегает. А пока он еще этот. Неразворотливый. Неповоротливый харвестер. Но еще прикольная задумка. Эти значит на горах стоят. Не ну. Красным вообще прикольным. Да и этому тоже неплохо. Все таки пушки есть. Подальше от гор на насчет устроить. Вот он пушку строит. Он обычно устроит. Надо ему ракетную. Опа. Он будет через. Через эти добить. Через горы. Будут в горы попадать. Вместе того чтобы долетать до пехоты. В этом минус. Вот он в гору стреляет. А те я его спокойно раздамброзат. Ну как он строит технику. Оборону основную. А тут он в барате идет. Это он на танке туда заехал. Размер. Может объехал наверх. Как на танке да. Действительно заехал. Так че тут 12 минут до трансляции. Ну за это время можно пока позырить. что здесь происходит о захватил завод переходу туда отправил и завод захватил но но взорвал вот эти пушки которые без ракета не слабенькие они дальность у них не такая большая и в принципе в хаке может быть что-то и поменялось дальность может побольше а может и поменьше и они стреляют и через базы своей вот он то ли сдался ночью скорее создался на потому что ну какой смысл уже разрушена так вот они дальше что выбирают так где-то счет там должен быть не 1-1 . а вот сварщик сварщик опять красный этот опять синий и опять пушки опять то же самое то есть защищает свою территорию и он так будет нападать активно пошел с пехоты подарок нет но подарок дать ненужному игроки вообще разные бывают кто-то очень быстро все вот это исполняет но в тактике не понимают спать и не знаю что за забором так делать очень много вещей за которыми надо следить чтобы харвестер и уничтожили разведывать где знать где откуда противник идет будет давайте заборами вот единственный способ большое количество юнитов провести куда-то цепочкой только вот так друг на друга их направляешь они друг за другом идут это единственный способ конечно если взять сравнение starcraft то там будет еще раз больше возможностей и тактик разных и в рамочку ты выделяешь и к одной кнопкой команды отдаешь вот этого много всего а по сути а здесь самые истоки по сути метро куда-то на радар тебя нет не купили затраты то есть дорога не включить а деньги и потратились это потенциальные траки комметатор рассказывает ну это радар не будет работать если электроэнергии нету вот если юнит если в здании построена столько что они расходуют электроэнергии больше чем одна электростанция производит радар не будет работать просто не видел в машине довольны соответственно не будет карту показывать этот разведают там хотя него тоже радарами ну так чисто перемещается до была в ту часть он видит что разведение радаром на мини карте для кого-то это важно для кого-то не очень смотря какая карта если большая удобно чтобы радар был пишет на то что у брата не было не увидел вот так вот и смотрю пробудет мы кстати ну что дальше на всем промотать потемках чутка открытие сварщика так тимидро разведочку ведет я считаю что эта игра конкретно она не для такого серьезного задрачивания то есть чтобы прям что-то там пытаться она прикольно конечно тем людям которых реакция хорошая там мозг хорошо работает прям все ты смотришь там щелкаешь быстро все это выбираешь крутишься бегаешь по этой карте она прикольно есть есть какой-то азарт интерес там победить там все замечательно что такие люди есть и без них вы турнира не было никакого а так я считаю лично мой способ выбирать в такие игры потенциальные цели сначала вообще и в любой стратегии я хочу развить базу полностью посмотреть чего я могу построить все потихоньку там наладить обороны чтобы просто приходила какая-то вражеская от когда и она полностью отбилась так чтобы прямо дребезги вот и ничего враг не мог сделать вот в тех играх где ну грубо говоря как казуалы называют да то есть в тех играх где приходят на тебя там 1000 юнитов уничтожают сразу там если ты не успел миллион тысяч этих harvester of построить и миллион тысяч танков то есть такое мне не сильно привлекает такое дроча типа но кому-то интересно наоборот быстро там все это поклацать мне интересно вот долго посидеть развиваться а потом спокойненько методично вырубить потихоньку защиту у противника очень как он выключить пвп меня вообще ну как как сказать не интересует шуток из папы я играл вот допустим вернуться с ним так что-то не началась трансляция что должна начаться скоро так вот и к ним вот до трансляции скоро будет трансляции через 6 минут вот я играл что ртс была у нас такая игрушка трансляции legends игра и вот челики играли уникальная игра кстати и прямо будет тоже также что собираешь вот эти кристаллы да но они кстати не иссякают в чем прикол игры за занимаешь рудник чистая играешь ну и также юнит и все там герои ну прям вообще она кайфовая ламповая жалко продолжение никто не делает сейчас из всех ртс которые я знаю но лично мне по по нраву больше всего это строкрафт 2 лучше я не знаю сделал кто или нет но там какие-то ну их надо смотреть просто на любителя есть какие-то жанры не подходят какие-то истории не подходят людям вот но вот это вот это вообще супер кайфово всем всем советую мега кайфовая игра ну допустим если посмотреть что тут есть тут есть и полностью компания вот 61 видос после компании проходил так строкрафт и тоже проходил строкрафт прям но образец как какая должна быть игра какой-то грейгу есть дюнс ps wars это какая-то там бета вернее ли альфа версия что-то там спал форс что-то мне не вкатил он так и покатал там что-то не очень варкрафт рефорджет включал ночью-то пока потом как-то прохожу стеларис стеларис это вообще 4x считается там супер мега там и вселенной планеты и не политикой все намешаны короче и же вон за счетом не не вкатила не знаю пошаговая вот эту систему от цивилизации не люблю ну соответственно вот чё дюна самая самые стойкие на два здесь я по записывал вот если посмотреть чем позаписывал от рейд из это играл в какой-то хак от липецка сначала вот это название то есть там было другое тут поменял потом играю в разные хаки так вот за трейдосов что-то этом проходил период третья миссия тоже начала играть за фрименов у липецка и потом на четвертой миссии где танки появляются просто обрыгался просто там миллион тысяч танков идет и прям ну пукан горит не знаю это надо сидеть затрачивать это быстро все бегать по карте курсором и думаю ну его нахуй посмотрел другие хаки вот от димедрола мне вкатил хак прикольное начало прям ну нет такого что миллион юнитов на тебя идет и дальше попробую проходить кстати говоря димедрола будет еще выходить не харканин а вот харканин весь ревенч будет выходить еще от рейд из трейдос и вот он делает буквально на этой неделе закончит вот ему написал вот так дискорде чистая я его не знаю незнаком но предложил потестировать так вот сижу потестирую по прохожу и порекоментировать чего там как поменялся ли в отличие от оригинала и в отличие от других хаков вот дальше подрубил как досмана докмана как правильно не знаю но можно и так и так я думаю не обидится потому что обидится но тоже с ним не знаком так что вкатило мне как чё сделано там за фрименов прикольно вот я начал играть то есть дальше там пару хаков каких-то проходил так наемников быстрый обзор хака метро фримены первая часть та часть это видимо не помню что я там делал но быстро обзор разных хаков просто включал ну если мне не устраивал что выключал и вот дальше за досмана за докмана проходил вторую третью неактивная штурмовая седьмая в эту херню играть не охота восьмая прям самая пиздец миссия короче подрубил а там ну прям пукан горит налаживал оборону вот в итоге 2 часа 48 минут потратил на то чтобы отстроиться хорошенько и начать потихоньку гасить ну и финальная миссия за фримена вот прошел за докмана вот все отличается юниты другие цены другие выработка энергии другая броня урон все другое счетом у нас со стримом пока ничего не начинается тут никого нету так секреты дюны вот какие-то пошли комментарии что там тут же должно быть написано кто смотрит сейчас так ща позырим он что-то загружается так блять не и жди зрителей сколько дюна 2 турнир это стримерская как всегда вот это параша сики ссылки я сам по себе не стример не просто записываю и выкладываю все вот вот у нас сеточка из всех вот этих вот ну дюни кат видео в каких-то хаках и кто там слава видел вот говорят вроде как от него все это было про пошло ну там или разработка не что сварщик тоже кто-то хак там был такой речи это сам вот этот стример который вот это вот показывать кащи ничего не началось так что вырубим звук беспонтовым тогда напишем что-нибудь всем привет какая первая пара вот сейчас все потихоньку это будет узнаваться кто-то там опознает кто-то нет так это можно пока прикрыть систему вот этот тип стримеру поднять 4 на нашем канале по игре дюна sega онлайн пвп версии сразу сейчас быстро скажу все расскажем все покажем самое первое что хочу сказать на стриме стоит задержка это сделано специально так что пока ваше сообщение там дойдут я это увижу как бы я отвечу через какое-то энное количество времени потому что бы не было у нас стрим снайпов окей все с этим разобрались выкопой трога twitch youtube а ссылочки в описании призовой фон составляет 3000 рублей сетку покажем правила расскажем вкратце пробежимся всем отличного настроения спасибо за лайки за комментарий за поддержку я со всем поздороваемся слова говорит всем здорова григорий всем привет какая первая пара поднять щиты поднять щиты здорового мистера йогурт со вкусом кубники ричи кубничный с кусочками вишни да здравствуйте это все я все про меня прям все в точку первая пара у нас будет тоже сейчас расскажем будет расскажем блин плохо задержка и нет как раз таки хорошо потому что чтобы не было подглядываний и стрим снайпа ты хочешь честную зарубу или ты хочешь нечестную зарубу григорий данных тебе вопрос специально сделано потому что на кому призовой фонд 3 призовых места участников у нас восемь давай тогда покажем сейчас сеточку расскажу по рекламенту тоже нюансы какой-то бы еще стрим найти момент осмытащил самую показывает что у меня вот у нас собственно сеточка а там видно не видно давай увеличу было точно видно так давай поехали первая пара сварщик слава как раз они будут играть а затем у нас играют и геон ричи дальше у нас по расписанию играет гриб и сардаукар потом играть дюна кэп и касаясь в идеале нам отыграть еще потом вот этих два матча полуфиналы а финала за третье место вот призовые это конечно останутся на завтра по возможности но если все будут готовы конечно то я не против можно будет отыграть и сегодня у я у я у первая пара сразу огонек как в прошлый раз пишет им секью я не знаю как прошу раз к сожалению поэтому моем канале пока первый турнир по дюне прогиде турниры я проводил поэтому как бы сейчас будем теперь по дюнки проводить спасибо нашим спонсорам да кстати у нас есть судья так что не имейте ввиду это не тут не все на мой субъективный вид что-то там происходит поэтому если что у нас имеется судья если какие-то будут спорные моменты то как бы а вот так вот сейчас я хотел рассказать где эти спорные моменты спорные моменты ну да ладно сетка 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 а то у нас будут решаться как бы на усмотрение судьи какие-то нюансы когда внезапно вылез нюанс говорит да него нюанс вылез еди он вылез темная лошадка на турнире гриф он еди он дважды обыграл пишет григорий окей а какой-то вопрос там из какого не в турике спрашивают а ты видимо им секью да а у него руки не из этого места растут чтобы в турнирах играть как слава окей все бойцы на месте давайте быстро кратко по регламенту сейчас расскажу сетка в закрепив сообщение имеется всегда можете перейти кликнуть призовой фон тоже если кто-то хочет поддержать ссылочку в описании если кто-то хочет конкретно кого-то лично поддержать тоже можете сделать главное пишите сообщение чтобы было понятно кому и куда с этим разобрались по регламенту смотрите сейчас у нас играет давайте на примере разберемся играет сварщик и слава пост по умолчанию у нас оппонент сверху то есть сварщик хостит слава подключается сварщик и слава выбирают по договоренности сервер я к ним захожу подключаюсь в личку мы списываемся вы мне пишет это присылаете пароль на каком серве далее мы идем сюда в рандомазер я пишу сварщик и слава крутим колесо это у нас будет приоритет выбора от домов либо карты у нас сегодня участвуют определенное количество карт давай опять про это же скажем чтобы не быть голословным данном список карты карты регламент если что вы здесь все полностью ряд прописан карты матча на турниры карта 3 6 7 12 13 20 23 24 25 соответственно я кручу колесо например но я потом прокручу я просто для примера выпадает не знаю слова значит слова первого выбирает дома сразу два дома выбирает внимательно он выбирает и себе и сопернику соответственно сварщик выбирает карту на какой будет играться к сам бой бой происходит до двух побед на best of 3 и best of of 3 кроме финала и за третье место там будет best of 5 так так вроде пока вопросов нету все понятно да сейчас просто читаю смотрю так с этим понятно далее смотрите у каждого игрока на бой есть право на сват то есть там где вы будете появляться изначально сверху либо внизу на карты это надо написать в чате мне потому как вы стартанете сам бой вы должны написать я хочу сватнуться все когда вы видите дома когда вы видите карты далее вы отыграли то проиграл в дальнейшем берет дома по дома а выигравший берет карту и так далее и так до двух побед собственно что еще по паузы преднамеренное задержание и паузы часто всего доступно 3 баллы 3 паузы на весь ваш поединок либо в чате пишите отошел не знаю там пописать домофон кошка пристала не могу час-две минуты все это обязательно писать в чате также у каждого есть игрока если какие-то лаги либо еще что-то ним невозможно играть за две минуты и вот две минуты в течение двух минут попросить сменить сервер начинается переигровка все то же самое так лайк от меня йогурт отлично интересные правила все отлично как выбрал дома написать в чат дома готовы по все сейчас расскажем далее выбрали дома выбрали карту далее вы спрашиваете гол после моего сообщения в чате я когда написал гол нажимаете кнопку старт и поехали старт без меня никуда ничего не лезим вроде бы все понятно надеюсь за два дня мы турнирчик отыграем ну что ж слова и сварщик у нас готовы сейчас я кручу колесо соответственно вот у кого будет приоритет крутим колесо поехали если что-то будет непонятно спрашиваете так сварщик сварщик у тебя приоритет выбираешь первые дома на первый бой сейчас я к ребятам зайду подключусь и мы начинаем турнир дальше играет и геон ричи 10 геон не против если я буду хостом если прям категорически против ну заряд придется тогда подождать но перенастрою стройки договорились так ок алёша привет ричи можешь список разрешенных как скинуть в чат контакта да сейчас скину без проблем скину у меня уже есть да 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 час 5 контакта так в кауфу и такие а еще кстати обязательно все через личку подписываемся ребят такой сервер какой пароль чтоб никто никуда не подключился лишний и и пишите мне если вы зашли чтобы я подключился мне надо два окна подключить карты кинул в чатик да если что имеется так что еще привет тебе чату хорошего вечера стримеру здравия игрокам удачки всем удачки александр спасибо за пожелание у них соники хардс двух выстрелов уничтожает окей сейчас я смотрю какой пароль ага пошел понял я пошел я пошел я пошел так у свара приоритет осветили немножко вот нюансы пока как бы делаем вот так ребят так что не без сути турнир внушительный 3 призовых места так играем об хак кстати хак дюна олд в один на минуточку ник не что-то там а дюна олд 21 играем на этом хаке любой желающий кстати мог записаться и подключиться к нам так один имеется сейчас ко второму зайду если что-то будет непонятно спрашивайте постараюсь ответить в меру возможности но конечно будем приоритета давать турниру и то что там происходит до трех как бы 100 в 3 и 100 в 3 быстро в 3 так сейчас дворщик 1 слава 2 выбрали карта говорит да карта поздали зашли пароль в личке у тебя все правильно вчера смотрел мононизм регион пакет дюна такое а сама выбирает карту карта им себе говорит все ставим карту а с никнейм и поставлю надеюсь картинка звук идет замечательно поехали значит смотрите сварщик поставил дома и себе противнику от рейдовцы против ордесы соответственно на основе этого слова выбирает карту обществом подвину окошко до вместилось окей просто валите то повалите сварщика слова слова заслала до скольки побед батл и best of 3 григорий так они в это карта разрешенная все хорошо специально отбирали карты так но я это со стороны хочу посмотреть прокомментировать единственный минус в чем он там не знаю что он будет комментировать вот этот стример вот слава не первый раз вижу а вот в том буром хаки в канале ром хаки видел в общем если посмотреть то у нас там где сварщик за синих как понять где подписано было и сможет исказать скачать сборочку для онлайна и присоединяться с нами играть приоритет а свапа написал в к дублирую важный момент 1 выбрал дома 2 выбрал карту 1 говорит свап нет 2 говорит свап нет потом был если это принципиально каждый раз говорить свап нет хорошо будем говорить свап нет в чате хорошо я думал это чисто только по желанию по требованию когда нужен свап тогда люди пишут что нужен свап если как бы свап не нужен зачем об этом писать если как бы нужен то напишут если нужна какая-то формальная отчетность окей заставим людей писать что свапа нет без проблем так давай вали свара я сделал понял хорошо окей начинается постройка радара от сварщика видим уже в общем все понятно так сварщик синий сварщик синий строит радар чтобы юниты появились развитие у вот этого то слова зеленый ордос и пошло позже гораздо так если он смотреть на экран он разведают синий сверху находится сейчас его найдет а тот в другую сторону не знают где база его а тут уже сейчас туда вон он пришел на базу увидел радары всю эту парашу увидел 3 спайсовых завода реестр электростанция радар в обоих работает сварщик значит что пошел зачем-то вниз он его искать пошел он думал что он где-то здесь внизу в общем он его искать пошел споты не знают может споты рандомные где начальные споты игроков или как и спавны вместо спавна вот пошел хорестер атаковать самая нормальная тема ну хорестер он конечно посылает завод по-быстрому в заводе все-таки будет прикрыт заводом пошел дальше разведать он ищет базу базу противника сейчас у меня скоро найдет примерно он повыше по карте вот сейчас до сюда до до верху пойдет и на середине пути это трехколеска встретит так трехколесочка тиненькая пошла на зеленую база обнаружено сварщиком славина так но он просто смотрит границы базы где что как стоит просто разведка пока идет спокойно так и хорестер атакует все как надо денежки у этого танк уже строится у сварщика сейчас будет жестко танк готов так пошел в атаку тут пока что тоже тоже строится танк хорестеры атакуют денежки того сотка у того сотка в общем денежки должны тратиться вот пошли в расход зеленый танк пошел синий танк по моему 2 уже 1 он отправил туда на базу карвестеры до того как соберут максимум спайса уже отправляются в базу чтобы побыстрее начать все устроить танки идти так пытается скрыться учет неплохо так отправляет ну а что тут атаковать надо кстати говоря если танк за зданием находится и другой танк его стрелять через здание то они будут по зданию лупить в этом минус ничего местного местного масштаба битва тут и на защите танки есть защищают поле он уже направляет три танка сюда на базу словах то тут с половиной хп танк в общем колонна пошла вот так рандомно расстреливает и харвестер и танк это трехколесках дело нашла так за здание прячет танк у него хп может с одного выстрела сдохнет чё там пушка пушка это уже все это уже не для танков по ним начинает лупить пушка по моему ракетная сейчас посмотрим да он она ракетная на маленьком экране вообще неудобно смотреть было бы два одинаковых экрана вообще как как те предыдущие бои ну чё пока что танковый этап пушки это уже танком я думаю не под силу только куча если нападать так танки будут отлетать еще очень хорошо от пушек еще поле занимает все правильно тактика продвижения потихоньку фронтом двигается двигает фронт от базы чтобы от реактивка пошла реактивка она вне досягаемости пушек немножко косит конечно так чего у него у зеленого танки ну два против пяти или шести сколько там не проканает пошла реактивка реактивочка она послабее броней пушка атакует пушку реактивка такую пушку вторая реактивка обходит так но два танка против него из ну сколько танков тут прилично прям реактивки лепятся очень быстро чиниться базы делается штурмовой что ли танк по моему штурмовой штурмовой неплохо с реактивкой расправиться наверно с одного залпали из двух пушка бы тут неплохо залепить но пушку него далеко сейчас ну грубо говоря главный завод уничтожить и все больше ничего делать у него денег 200 раз он же ничего не сделает завод сейчас пару залпов и все уничтожит ну пушка пока он будет уничтожать эти реактивки одну вторую все это все учается сварщик один слава 0 руби глаз что ли карта так что-то не так чате пишет счета выбирают короче еще посмотрим в общем где большой экран там сварщик должен быть насколько я понимаю команды в чате для этого просто напиши щиты секрет судья первые джиха так выбрали начали база уже есть машинок нету никаких сразу постройка грунта пошла такая его вырубил до одного урожение все это свидание я хотел послушать чем говорим могли бы сделать конечно double elimination но так что случилось черно подвисал вот он столько времени потерял уже на развитии это тоже третье здание строит тут только ветря построил это уже большое отставание я думаю чисто за счет этого уже хуже дошел и дошел некая флора ты смотри ну хотя пока как бы это проблем особо не вижу потому что нога в ногу идут по постройке да какая нога в ногу какая нога в ногу если какая может быть нога в ногу если этот уже три здания построила это только одно стр это большое очень доставание тут только что начал спать собирать а тут его ну и что зачем он пустой ну и не знаю хватит нет вот хватило на на завод 4 завода тот уже трехколеской прет уже разведывать уже радар есть уже строит смотрит несколько спаси собрал harvester нашел базу уже главную базу пошел искать харвести у него тут ничего нету он уже тут только леску строит в общем когда это строится база без грунта то она половину хп только имеет от своего полного хп но сколько у него еще харвести он пошел атаковать еще уже производит улучшение апгрейд появится джипик там дальше соответственно танк наверно вот это вот исследование что ли на мы ее так называем база рассаживала но машинка которая строит главный завод в мелкие на были называли так база рассаживал к болеть на нее в общем апгрейд делается но появляется танк и вот там конструю или на танк был в оригинале по крайней мере так было только радар строит радар строится для того чтобы пушки построить трехколеской несчастный все бегает и бегает вокруг уже танки пошли два танка уже готова а здесь нету кредитов просто нету кредитов это максимально большое отставание тут уже не знаю ничего не сделать ну я считаю все супер чудо какое-то должно произойти и нужны противника harvester атаковать чтобы ему не было что построить на он только на своей базе находится то есть он ничего не успеет вот тем более что этот уже уничтожил у него harvester сейчас черный трехколески там танки уничтожено на три танка уже мы все то же самое нужно уже сдаваться ну я бы не играл такое ну как бы это не звучало конечно уже понятно что все какой смысл чё harvester уничтожаются а он их не будет привозить новые он только один должен привозить есть совсем harvester of нету то самолет привозит новый в общем тактика очень простая защищаешь пол поля спайса от harvester of противник не собирает ничего ты соответственно все собираешь у тебя harvester никто не атакует и ты выигрываешь очень легко и просто плюс в начале он потерял драгоценные секунды на постройку базы и начала сбора спас тут уже все смысла нету в общем надо быстро было все делать ну стопудово нету все это избиение просто уничтожение энергии у него нету один ветряк куда-то убегать смысла нет танк строить ну что штурмовой что ли строит атакует через базу свою вообще кайф что-то вроде строит harvester of нету а у синего все harvester все спокойно все нормально сиди и все сейчас сейчас они под соберут у него как настроит следующая волна грубо говоря тут уже никак не отбиться ничего не сделать все 3 1 1 танк разберут еще новые танки на подходе все база уничтожено уже один завод пехотинец танк стоит причем так пехотинца уничтожил базу не атакуются но все наверно ну что то не там говорят напоминаю что у нас первый турнир по дюне поэтому у нас пока сингл elimination до данного поражения поздороваем проход сварщика следующую стадию принципе но здесь и наверно являлся фаворитом сваром но слова тоже хорошо играет и мог на самом деле какие-то сюрпризы преподнести первый получил анализ готов да в принципе готов да без шансов игры григорий поправим горит слава меня уже хорош хорошо была задумка чуть-чуть мне кажется вот во второй каточки там оленечко там как бы это можно можно было вот первый там конечно да безоговорочно там видно было свар прям побеждал а вот здесь был такой моментик как бы могло что-то измениться так ну чтож если как бы готов и диана ну давай сейчас я пока занесу результаты туда-сюда и поедем поедем и раздор за рандомлю кто из нас будет выбирать карту ли дома и он и у и у сделал того делаем да спасибо за лайки спасибо за поддержку это очень сильно помогает тем отличного строения то наши результаты свар против слова давайте мы можем это сделать вместе с вами ключик плюс 200 но все супер слова этот араж сильный даже бирж желтых реп а вот подсказывать едино регион мастер зелеными репами него кстати и геон напоминаю неоднократно побеждал сварщика хоть сварщика может и некий император и является фаворитом но как бы тут еще и дюнак это имеется тоже который могут сместить у нас императора поэтому ну не знаю тут конечно будет интересно посмотреть за этим всем так окей хорошо это мы подправляем это подправляем заносим результаты ася просто посмотрю чем посмотрим кто следующий начнет так сейчас я да подавай сеточку чтобы все это было так сварщик слова 20 получается да я не знаю здесь 0 надо писать не надо править оценки править оценки все сварщика выходит полуфинал поздравляем да вот у нас еще есть гриб сардаукат едион ричи динок это касается сейчас у нас играет ричи и едион идем собственно вот сюда не против если я буду писать по частям за них точно против что мы здесь пишем кириллицей а никнейм пишем не кириллицей так что сейчас запись берется ставлю на гриб